Было очень много-много беседы с суппортом, то есть с компанией. Я ожидал, должен был позвонить мне маркетинг-директор Джо Сото, но, видать, так был занят, что Нелли всегда говорила, что у него конференция за конференцией, там очередь за очередь. Люди приходят, спрашивают, то есть у него митинг за митингом, видать, очень перегружен, может быть, сегодня я с ним свяжусь, насчет материалов, насчет продуктов, и уже, наверное, в воскресенье или понедельник я вам скажу. Но Стив Реннер и Боткинсала полетели в Лас-Вегас, там другая бизнес-встреча, то есть наша компания сейчас очень-очень-очень мощно работает по расширению продуктов, расширению бизнеса, поэтому мы вправе ожидать много-много перемен. Также у нас есть еще несколько задержек, но если посмотреть на масштаб, который делается в компании, то это несравнимо с сотнями тысяч компаний вместе взятых, которые приходят и уходят с рынка интернета. Поэтому я говорю о собственном бизнесе, а бизнес можно построить там, где есть надежность, где компания действительно предоставляет нам такую площадку. И компания не пришла на день, на два, на год, а пришла навсегда. Вот здесь можно построить бизнес, поэтому я уже давно говорю и повторяю, и неустанно буду повторять. Каждому из нас нужен собственный бизнес, только это может привести нас к пассивному доходу, только это может привести нас к серьезным заработкам. А все остальное, что предлагается сейчас на рынок, это быстрые заработки. Быстрые заработки приходят и уходят. Кто-то зарабатывает, а кто-то проигрывает. Не только деньги, но и репутацию, и людей теряет. Вот что предлагает нам другие бизнесы. Поэтому я предлагаю настоящий бизнес, и никто не может вернуться в прошлое и изменить карт. Если мы где-то ошиблись, если где-то мы поучаствовали и потерпели неудачу, мы не можем это изменить. Но мы можем сейчас просто анализировать, где нам быть, с чего начать и куда идти, и с кем идти. И каждый из нас сейчас может стартовать и изменить свой финиш. То есть финиш это выйти на пенсию молодым и здоровым. Не работать в интернете по найму. То в одной компании потерял, то в второй проиграл, то в третьей проиграл, то в четвертой обстригло. И это будет длиться до бесконечности, сколько нам можно уметь. Потому что они видим, что Аманом, что Телекс Фрей, что Баннер с Брокер, что Три Семерки, они все от одной мамы. Все не от одной мамы. Все это финансовые пирамиды, грамотно скрыты. Их тысячи таких компаний. Практически каждая сейчас предлагаемая, это скрытая финансовая пирамида. Там, где предлагаются быстрые деньги, и где нужно строить бизнес, а никого не приглашая. Поэтому мы можем начать здесь и закончить свой финиш. Кто через год, через два, через три года, но выйти на пенсию здоровым и богатым. Поэтому я предлагаю вам рассмотреть компанию Аксесс. Аксесс. Почему Аксесс? Аксесс. Потому что в 2010 году, она на рынке с 2009 года, 2008 года, уже 6 лет на рынке. Но в 2010 году, на втором году развития, компания арестовали по подозрению финансовой пирамиды. И 5 месяцев суд города Миннеаполиса рассматривал это дело. Ее трусили до ниточки. Все перепроверили. А 5 месяцев ничего не нашли. Извинились. И вернули 26 миллионов долларов. Копейку в копейку. То, что бывает. Очень, но очень, очень редко. Но то же самое, если бандиты взяли бы у вас деньги, ждите, что они их вам вернут. Это не зная, что должно случиться, чтобы они вам вернули. А это узаконенные бандиты. Любое государство, это узаконенные бандиты, которые живут за счет нас. И готовы на этом наживаться. И все они делают, но законно. Поэтому, не дая ничего, им пришлось вернуть обратно. Это редкий случай. С тех пор наша компания развивается и преуспевает. И дальше я вам скажу, какие успехи у этой компании. Давайте сначала познакомимся с тем человеком, который родил эту компанию. Через которого мы имеем возможность вообще строить свой собственный бизнес здесь. Это Стив Реннер. Это гениальный человек, который увидел возможность в этой мультитриллионной индустрии построить собственный бизнес. И он построил команду и сейчас успешно продвигает эту компанию на рынке. Зовут его Стив Реннер. Президент нашей компании это Боб Кинсала. Человек с высшим образованием, с большим опытом в ведении бизнеса. В гостиничной и рестораном Джеймс Бонг, это технический директор. Это директор другого нашего офиса, который находится в Лос-Анджелесе. Я потом расскажу о нем. Эми Эйд, финансовый директор. Все, что связано с финансами, лежит на ее плечах. Питер Олнг, это наш адвокат, который защищал нашу компанию в 2010 году. Офис находится в Миннеаполисе. Офис имеет около 3000 квадратных метров. Можете себе представить, это две отделения. На шестом этаже две отделения, влево и вправо. Наша компания имеет субпорт, и там находится около 100 человек. Вместе с маркетинг-департментом, это более 100 человек вместе взятых. Работают пока, и это все расширяется, расширяется. Субпорты очень много людей, только на русском языке 4 человека, которые могут вам ответить по телефону, и вы спокойно можете решить ваши проблемы. То есть, есть на китайском, на испанском, на английском, на тайландском, на японском. Пожалуйста, на 7-8 языках вы можете позвонить и получить квалифицированную помощь. Вы не найдете это ни в одной компании. Возьмите, вспомните ваши компании, или поинтересуйтесь у ваших знакомых в интернете, которые работают в других компаниях. Какой у них субпорт? У многих даже субпорта нет. Есть только админ, куда можно писать. У нас это на 7-8 языках. Цель нашей компании – стать провайдером номер один. Потому что наша компания – это Search Engine, это поисковик, это то же самое, что Google. Стать догнать и обогнать Google. Кто-то скажет, что это нереально. Для того, кто говорит, что нереально, для него нет. А для нашей компании это реально. Потому что она владеет всем тем, что продвигает интернет и предлагает эти услуги нам. То есть стать провайдером номер один в сфере интернет, рекламы, интернет-услуг, мобильных услуг для малого и среднего бизнеса по всему миру. Аксесс, не что иное, это как Google, Yahoo, Bing, Яндекс – это поисковик. То есть в первую очередь – это поисковик. Как это работает? Очень просто. То же самое, как на Google. Заходите, вставляете нужное вам слово, и вы получаете нужный вам результат. Перечень запрашиваемого. То же самое у нас. Google заработал свои миллиарды долларов, много миллиардов долларов, «Благодаря рекламе». Благодаря рекламе люди заходят на Google, ищут информацию, а в это время появляется реклама. То есть те люди, которые хотят рекламировать себя, они проходят через программу. Есть программа AdWords на Google, и они регистрируются, выставляют свои сайты, выставляют все параметры, которые нужны им, и прикрепляют свою карточку. Когда кто-то заходит на его сайт, с его карточки снимается определенная сумма денег. Это может быть от 10 долларов в день, до 100 и 1000 долларов в день, зависимо, какая компания и какой объем рекламы. То есть платят человек, который рекламирует свой сайт. Нам же это бесплатно. Мы зашли на сайт, посмотрели, не понравился, ушли. А с него денежки Google взял. Вот почему Google зарабатывает миллиарды-миллиарды долларов. Потому что там есть трафик. Есть трафик людей. То же самое будет и у нас. То же самое будет и у нас. Поэтому реклама, а это двигатель торговли, реклама – это самый-самый быстро растущий бизнес. И он будет нуждаться, реклама будет нуждаться и сегодня, и завтра, и столько, сколько будет жить человечество. Продукт – это расходование. Любой бизнес нуждается в рекламе. Его нужно расходовать много, рекламировать себя много, чтобы тебя не сдвинули с рынка. Реклама – это уникальный продукт для любого бизнеса. Для МЛМ в том числе. Как это происходит, мы заходим на наш поисковик, у нас есть AdView, AdView, мы заходим, есть видео, как это все делать. Мы выставляем рекламу, баннерную рекламу и контекстную рекламу и раскручиваем наш сайт. Результаты уже есть у многих партнеров. Что же еще наша компания предлагает? Кроме рекламы, что является основным продуктом, у нас есть еще доменные услуги, регистрация доменов, мобильные услуги, рекламные услуги в виде текстовой, сайтовой, баннерной и мобильной рекламы. У нас ожидается еще очень много продуктов. Я не буду сегодня о них говорить, потому что дожидаюсь, когда компания уже закончит и даст нам первый продукт – это U-Chat, где мы все партнеры в первую очередь будем участвовать и пользоваться этим чатом. В нем со временем будет все, что есть в интернете. Если мы отдельно пользуемся Facebook, то здесь будет наш Facebook внутри, мы создадим ее. Если у нас есть YouTube, то у нас будет свой YouTube, где мы сможем заставлять свои видео. Если там есть другие платформы, то все это будет сбираться, это будет U-Chat, это будет огромнейшая платформа на Аксессе, где со временем будет доступ для всех пользователей бесплатно. Давайте вернемся к одной детали, которая очень важна. Здесь мы видим много компаний, в середине которых находится наша компания Аксесс. Что она тут делает? Она ничего не делает, кроме того, как развивает бизнес рядом с такими монстрами, как eBay, Intel, Google, Facebook, IBM, Microsoft, HP, Apple и так далее, Yahoo. Что же они делают? Все они находятся в силиконовой долине и все они занимаются интернет-технологиями. Поэтому наша компания имеет офис в этой долине. И там находятся более 30 человек, которые, программисты, которые были приглашены из этих окружающих нас компаний и работают на нашу компанию, развивая наши продукты. Поэтому у нас есть прекрасное будущее, потому что в нашей компании есть прекрасное видение, а также они еще приобрели прекрасных специалистов, которые это видение воплощают в жизнь. Вот офис, который находится в силиконовой долине, и мы переходим непосредственно к бизнесу. В этой индустрии интернет-рекламе находится более 1,5 триллиона долларов. И вот наша компания готова и уже урывает, скажем, годом все больше и больше пирог из этого. И нам предлагается делать то же самое. Такие люди в свое время не упустили свой шанс, как Эрик Шмидт создал Google, как Аркадий Волж создал Яндекс, как Робин Ли создал Байду, и они все стали милей ордерами. Женщина сделала Яму, другая женщина сделала Плик, и другая женщина додумалась дать людям возможность общаться в Фейсбуке. И все они состоятельные люди, которые скажут, ну Сергей, ты понимаешь, это у всех такие идеи, не все же гении, не всем повезло. Иван, но если я буду дружить с богатым миллионером, с богатыми людьми, общаться с ними и делать с ними бизнес, то и я стану состоятельным. С кем поведешься, того и наберешься. Это не случайная поговорка, это мудрость. Поэтому наша компания предлагает нам стать консультант интернет-маркетинга и построить собственный бизнес в этой компании. Остаточный доход, вот это то, что я люблю говорить. Я сегодня не буду говорить о нем, потому что все вы, до единого, я уверен, находящиеся в этой комнате, мечтали, мечтаете и будете мечтать до конца ваших дней. О пассивном доходе, чтобы вы наконец-то ничего не делали и занимались своим любимым делом. Мы не можем ничего не делать. Ничего не делать, это просто уйти в могилу. Но отойти от этой рутинной работы, которой мы занимаемся просто из надобности зарабатывать, а не потому что нам это нравится. И заняться своим любимым делом. Кто музыкой, кто воспитанием детей, кто путешествием, кто огородом, да мало чем. Кто миссионерством, спортом, не знаю. Но есть чем заняться. Хобби у кого-то есть. А это возможно только тогда, когда у тебя финансовая сторона не хромает. Когда ты знаешь, что в каждый месяц, каждый день у тебя есть достаточно средств на проживание. И более чем достаточно. Поэтому мы здесь можем за год, за два построить. И компания никуда не исчезнет. Никуда не исчезнет. Друзья, запомните, что я говорю. Вот запомните, потом скажете мне через пару лет. В 2010 году, первое мое видео, я потом его покажу. Когда я сделал, первый раз, когда поехал в компанию, я сказал следующее. Я не знаю почему, но когда я писал, я вдохновенно вот так вот просто писал. Я не писал по ручке, что говорить. Просто поставил камеру, это был мой первый опыт. И я почему-то высказал такое, что я думаю, что Бог мне дал эту кампанию. И пошел дальше и даже не заметил. А потом, когда просматривал, я говорю, а почему я так сказал? Ну, подумал, ну, не буду, не буду стирать, пускай будет. Рассказал, потому что трудно было вырезать. Если была бы пауза какая-нибудь, я, может быть, и вырезал. Оно было как-то монолитом. И я сказал, ладно, не буду портить видео. И я был прав. После этого были еще какие-то трудности. Но смотрю сейчас, я оказался прав. Не потому что я был прав, я просто сказал, не знаю почему так. Но оказалось, что да, Бог дал мне эту кампанию. И ничего не осталось из того, чем я занимался до и после этого. Ничего не осталось. А эта кампания осталась. И еще полгода назад я говорил, что такие кампании, как Телекспресс, Три Семерки, и я вам много могу сказать, они исчезнут. Так они исчезнут, друзья. Они исчезнут, потому что они не пришли навсегда. Они пришли поиметь наши кошельки. Потому что я всегда говорю, формула этих финансовых пирамид, это такая очень простая. Они вам предлагают, никого не приглашая, зарабатывать. Если у вас есть такая возможность заработать, никого не приглашая, убегайте оттуда. Это финансовая пирамида. Все. И не надо перечислять все кампании. А наши кампании остаются. Поэтому я говорю, остаточный доход можно построить только здесь. Я не говорю, что больше таких кампаний нет. Но если мы рассматриваем сейчас в интернете, то, друзья, надежнее, чем эта кампания, нет. И через 2-3 года вы скажете мне то же самое. Скажете мне, был ли я прав или нет. Пойдем дальше. Возможность с акцессом. Несмотря на это, что кампания надежна, друзья, несмотря на это, кампания не дает нам никаких гарантий. Если мы пришли, ничего не сделали, вот как предлагают, зайдите, можно никого не приглашать, и вы станете состоятельным человеком. Человек посчитал, слушай, да, куплю пакет на 1000 долларов, на 1500 долларов, через 3 месяца верну свои деньги обратно, еще посмотрю, все, через год я уже состоятельный человек, выйду на пассивный доход. Через 2 года уже миллионер. Такое наша кампания не обещает. То есть она гарантии в это не дает, потому что это не финансовая пирамида. Она предлагает нормальный бизнес-план, который звучит следующим образом. Кампания, все, что зарабатывает сегодня, то есть в каждый день, она делится с нами 70% от заработка, от чистой прибыли. Эти 70% делятся пополам. 35% в виде комиссионных, и 35% в виде разделения прибыли. Давайте рассмотрим. Нам предлагается 3 плана, это 3 в 1. План AdView, плат за просмотр рекламы. Компания нам не платит за то, что мы смотрим рекламу. Она просто квалифицирует нас, если мы посмотрим 25 рекламок в день, мы квалифицируемся на получение прибыли по этому вознаграждению, по этому маркетинг-плану. Второй план, это розничные продажи и план сетевых продаж. AdView. Для того, чтобы квалифицироваться, нам нужно посмотреть 24, я говорю 25, потому что 25 кадр дает нам возможность получить еще 25 бонусных сверху. Максимум мы можем посмотреть 100 в день. 100 в день – это 200 iCreditor, это 200 рекламных единиц. Это 200 человек могут зайти на ваш сайт и поднимать его в ваш рейтинг. То есть вы не расплачиваетесь деньгами, а расплачиваетесь вот этими внутренними iCredit'ами, что очень ценное. Они стоят сейчас около компаний, их оценивают в 25 центов каждого. Вы можете 200 на 25, и вы получите 50 долларов ценность ваших iCredit'ов, которые вы можете заработать в день. Они вам не заплатят 2,50 долларов, но ценность вот этого рекламного объема за день стоит 50 долларов. Вы можете сэкономить на это. Дальше. Получить долю общих продаж компаний по всему миру, основанную на вашем PCV. Вам дают возможность, после того, как вы посмотрели 25 рекламок, получить вознаграждение на сумму, которую вы приобрели, то есть на пакет, который вы купили. То есть вам не хватит процент каждый день. А компания делится. Вот 35% от тех 70% компаний делится между всеми дистрибьюторами согласно их импоинт-балансу, согласно вашим долям или согласно вашим акциям. Сколько у вас долей, сколько у вас акций, у кого больше, значит больше получают. Та же сумма разделяется на всех. У кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то получает больше, кто-то получает меньше. Снижаются собственные затраты на рекламу. То, что я говорил. Вы не можете рекламировать ваш сайт, но вы смотрите рекламу здесь, на нашем ротаторе, получаете iCredits и расплачиваетесь в тот момент, когда раскручиваете ваш сайт этими iCredit, что очень выгодно. Как это выглядит? Очень просто. Ваш спонсор пригласит вас в back-office после регистрации и покажет вам, где нажать. И вы увидите такое уплывающее окно и посмотрите один сайт за другим. Один сам за другим. После 30 секунд это все меняется. План розничных продаж. Скоро у нас сайт будет возобновлен. И также появятся продукты. Придет в активность наш второй план по розничным продажам. И по этому плану мы сможем получить до 25% от прямых продаж. Именно тех продуктов, которые компания нам будет предлагать. А их скоро будет очень мало. Очень немало. Поэтому построение команды и заработок дополнительных комиссионных с командой это то, что меня привлекает. Вот третий план. Это план сетевых продаж. Это комиссия по прямым продажам. Базовый план. Вот от шести уровней. Лидерский бонус, директорский бонус, инфиники бонус, реларити бонус. Давайте мы посмотрим, как это выглядит. Во-первых, компания предлагает нам всем, кто хочет строить бизнес или только хочет накопить себе рекламу и рекламирует себя и сэкономить до 600 долларов в месяц. Не заработать, а сэкономить до 600 долларов в месяц. Всем вам предлагается приобрести лицензию консультант Кит на 59,95 долларов в год. Но если человек идет дальше и хочет строить бизнес, то ему предлагается купить пакет на 500 долларов, на 2000 долларов, на 5000 долларов, либо на 10 тысяч долларов. Он выбирает один из них. Либо выбирает несколько, постепенно докупает. Это его право. Что же он имеет при первом пакете на 500 долларов? Он становится квалифицированным консультантом и имеет 5% с первого уровня и по 2% с последующих уровней. Вы видите его здесь. Следующий – это Гольд. Это, я считаю, самый нормальный пакет для начинания нормального бизнеса. Это 2000 долларовый пакет. Мы купаем один раз, мы его не докупаем. То есть мы не покупаем каждый месяц или каждый год. Мы покупаем один раз и больше мы из своего кармана в жизни больше не платим. Потому что все остальное мы уже зарабатываем. При этом мы имеем возможность получать вот эти проценты до 6 уровня. и 20 долларов на автомате поплачен ежемесячно. Следующий статус. Мы можем купить его за 5000 долларов либо мы можем его построить и просим в первую линию 3 человека на 2000 долларов. Тогда мы становимся платиной. И мы видим, какие проценты получаем до 6 уровня плюс 1% в 7 уровне. Следующий статус также мы можем его купить либо помочь нашей первой линии стать платиной. То есть чтобы ваша первая линия каждый из них пригласили по 3 человека. Тогда вы становитесь даймоном. И в 8 уровне у вас добавляется еще 1%. И видите в 5 и 6 уровне у вас тоже по 3%. Самый интересный статус это Blue Diamond. Blue Diamond его нельзя купить его можно только выстроить. Выстроить. Вы помогаете вашей команде вы помогаете в 3 уровне пригласить тоже по 3 человека но это помогает их спонсоры но вы содействуете этому то есть вы работаете с командой. Это командная работа. Вы помогаете им расти по карьерной лестнице они поднимают вас по карьерной лестнице у вас в первом уровне 2 даймонда и 1 платина и вы становитесь Blue Diamond и вам включается 1% до бесконечности. Вот видите с 3 уровня с 2 уровня 1% идет это до бесконечности. Это большие деньги друзья. Следующий уровень это Black Diamond это лидерские самые такие ярые будем так говорить это люди которые зарабатывают очень большие деньги. Что для этого нужно? Для этого нужно чтобы в вашей первой линии было 1 Blue Diamond и 2 даймонда. Момент когда у вас есть 1 Blue Diamond и я извиняюсь когда у вас есть 1 Black Diamond вашей первой линии и 2 Blue Diamond вы становитесь Black Diamond я извиняюсь секунду потому что меня окрекли значит смотрите вы становитесь Black Diamond только тогда когда у вас есть первая линия 1 Diamond и 2 Blue Diamond и вы с этого момента вам начисляют 1% от всей вашей структуры дополнительно еще 1% от вашей структуры когда в вашей первой линии становится 1 Black Diamond вы становитесь Black Diamond 1 и с его структуры вам платят 1% от всей его структуры когда в вашей первой линии становится Black Diamond второй человек вы становитесь Black Diamond 2 и вы третьего выращиваете у вас 3 Black Diamond в первой линии вы становитесь Black Diamond 3 И вы получаете от каждого из них, во-первых, вы получаете 1% от всей структуры, а потом от каждого из них и их структуры еще по 1%. К примеру, если у вас всего лишь 3 ноги, и они грамотно развиваются, и у вас 3 Black Diamond, я вас поздравляю, вы получаете 1% от всей вашей структуры, и потом вы получаете 1% от одной, потом еще 1% от одной. Получается, что вы получаете 1% от одной треть, потом еще от одной треть, и еще от одной треть, вы получаете такие проценты. Кроме того, что вы получаете по Infinity бонусу до бесконечности. То есть здесь большие деньги. Какие? Они бывают разные. Человек начинает от 500 до 100 долларов в день, то есть от 50 до 100, от 500 до 1000. Black Diamond сейчас получает 10, и 15, и 20, и 30 тысяч долларов в день. Не в месяц, друзья, а в день. Мы говорим о серьезных партнерах, которые строят бизнес, а не которые пришли заработать. То есть есть разница, когда человек приходит строить бизнес, он настроен на работу. Он настроен на то, чтобы терпеть временные неудобства, попотеть, и иногда приходится не только день, два, три. Надо попахать месяц, полгода для того, чтобы построить фундамент, для того, чтобы стены выгибнуть и так далее, и так далее, и так далее. Но он знает, к чему он стремится, и он знает, что фундамент этот прочный. У людей не хватает, не хватает терпения только потому, что они пришли подзаработать. Им некогда, им быстро-быстро деньги нужны. Поэтому как раз лохотроны для них самое то. Ну, а результат, не знаю. Следующий. Давайте посмотрим, как эти айпоинты работают. То есть те 35%, которые приходят и разделяются между нами, согласно нашим долям, нашим акциям, нашим айпоинтам балансов, выглядят следующим образом. Компания все, что собрала сегодня, 35% отдала нам. У вас, к примеру, 5000 айпоинтов, вы получили 10 долларов. Это может быть 20, это может быть 15, неважно. Для легкости 10 долларов. Кто-то имеет 1000, он получил 2 доллара, или 1,5 доллара, или доллар. Кто-то имеет 3000, получил 3 доллара, 4 доллара, 5 долларов, неважно. То есть каждый получил согласно его айпоинт-балансу. Следующий момент. У нас есть автоматический реинвест. Что это значит? Сумму, которую мы получили сегодня, система делит ее пополам. 10 долларов, к примеру, мы получили. 50% уходит на наш кошелек, 50% уходит на покупку этих айпоинтов. Мы покупаем долю в компании. Если у вас было 5000 айпоинтов, на 10 долларов, на 5 долларов было куплено айпоинт, значит, в следующий день у вас участвуют распределения прибыли, ни более, ни менее, это всего лишь 5000 айпоинтов. Значит, на какой-то центик, или доля цента, или на 2 цента, не знаю, вы получите больше. Если завтра будет такая же сумма делиться между нами. Почему дает нам возможность реинвестировать 50 на 50 и выше? Для того, чтобы у человека была возможность побольше покупать айпоинтов. К примеру, вы зашли на 5000 долларов. Вам дали 11 тысяч айпоинтов. Вы пока еще строите бизнес, у вас нет партнеров. Вы поставили 90 на 10, 10% выводится из прибыли. Для чего? Для того, чтобы оплачивать следующий месяц. Чтобы не платить с кармана, а платить отсюда. Чтобы это все было на автомате. Вы уже настроили свой бизнес, все, вам туда уже инвестировать не надо, своих денег. Поставьте его на автомате, настроите, и он будет тебя оплачивать. В это время, пока вы строите структуру, в каждый день 90% вашей прибыли идут на репокупку ваших айпоинтов. И вы больше и больше получаете. В момент, когда вы пригласили одного, второго, третьего, строите бизнес, у вас уже 20, 30, 50, 60, 100, 200 человек. Вы смотрите, вы уже начинаете зарабатывать 50, 100, 150 в день, 60, 70, 200, 40. За счет приглашения иногда вы получаете больше, но все равно у вас пассивный доход, он растет. Он растет стабильный, он растет. Независимо от того, что шкала поднимается, высоко, и опять опускается. Но, тем не менее, основной инвестор у вас растет. И вы решили вывести 50 на 50. Вы поставили программу эту на 50 на 50, и 50% вы выводите на ваш кошелек. 50 реинвестируется. Но делайте это, пожалуйста, тогда, когда у вас есть уже команда. Не копайте картошку вечером, утром посадили, а вечером копайте ее, только потому, что кушать хочется. Не делайте этого. Но если вы пришли только для того, чтобы копать, друзья, это не тот бизнес. Мы должны посадить, дать ей возможность вырастить, и только тогда у нас будет урожай. Здесь у нас есть три возможности всего лишь увеличить наш point balance. Это первое, покупка пакета, либо на 500, на 2000, на 5000, на 10000, либо повтор одного из них. Второе, это реинвест, это реинвестировать каждый день. Даже если мы ничего там не меняем, все равно это идет на автомате 50 на 50. И третий вариант, когда мы строим структуру, что очень разумно. Это самая разумная инвестиция, когда мы строим собственный бизнес. Потому, что люди делают то же самое, от них мы получаем по уровням, я уже показывал, до шестого уровня. И дальше уже с седьмой, восьмой и до бесконечности. И те заработки, которые дают нам возможность получать уже на уровне Black Diamond. Все это позволяет вам же больше получать и больше реинвестировать. И значит, ваш айпоинт-баланс постоянно растет. Независимо от того, что вы получаете от структуры, что команда растет, вы получаете комиссионный, вы получаете еще от вашего инвестиционного портфеля, будем так говорить, что вы туда постоянно инвестируете. И это на автомате. И это на автомате. Поэтому некоторые начинают с 10 долларов, поднимаются до 20, 30, 80, 90, 100, 150 и так далее. У кого-то ровное, пока его команда не активна, редко когда кто подключается. Бывают разные движения, но бывает, когда человек построит себе структуру, и приходит момент, когда он работает, работает, а потом пошла волна, люди начинают подключаться, понимать этот бизнес, понимать его простоту, гениальность этого бизнеса. И уже 300-400 долларов в день, это нормально. Это нормально. 1000, 1300, 3000 в день, это уже нормально. То есть нам нужно достигнуть, чтобы 1000 долларов это был пассивный доход. А 5, 10, 15 тысяч, это как нормальное явление, которое приходит и уходит, приходит и уходит. 8, 20 тысяч, 7 тысяч, 5 тысяч, 3 тысяч, но 1000, чтобы это был стабильный. Вот к этому можно прийти за год, за полтора, и это в день. Это в день. А в месяц это может быть и 50, и 100, и 200 тысяч долларов. В нашей компании также есть кар-бонус, автомобильный бонус, те, которые делают товарооборот своей структурой в месяц на 2200 тысяч долларов. Компания дает премию в 500 долларов в виде кар-бонуса. Вы достигаете 600 тысяч долларов в месяц, товарооборот в месяц с вашей командой, вам начисляется 1500 долларов. Это как премия, это как карманные расходы. Что же у нас есть, друзья? У нас есть бонус прямых продаж, многоуровневый бонус, лидерский бонус, президентский бонус, инфинити бонус, ройлити бонус, бонус быстрого старта, лаптап, таптен бонус, ежемесячный автомобильный бонус. Что нам еще надо? Что нам еще надо? Кто-то скажет опять, Сергей, ну откуда в компании столько денег? В 2010 году компания зарабатывала по миллиону долларов в месяц. Это 12 миллионов в год. И арестовали по подозрению в финансовой пирамиде. Потому что нету, они не видели, что быстро, так компания быстро развивалась. Я уже рассказывал, что она через 5 месяцев получила письмо с извинением от городского суда и пожелания лучших успехов в бизнесе. И сказали, ребята, вы делаете доброе дело, продолжаете в этом же духе. С тех пор наша компания не имеет и не должна иметь. И быть не может. Потому что все, что она сейчас делает, делает легальнее, чем может быть. И уже через 2 года, в 2012 году, она имела товарооборот в 98 миллионов долларов. В 2013 году, к ноябрю месяц, к середине ноября, компания имела товарооборот в 250 миллионов долларов. До конца года оставалось еще полтора месяца. И вот за эти полтора месяца было еще сделано, друзья, еще 48 миллионов. В 298 миллионов было сделано товарооборот. Почти 300 миллионов товарооборотов. Теперь я вам говорю следующее. Вчера, позавчера на презентации, Стив Реннер сказал следующее, что за эти неполных 3 месяца, вот за эти неполных 3 месяца, январь, февраль и март, компания сделала товарооборот столько, сколько она сделала за 2013 год. Поэтому, то, что они объявили в ноябре, что в 2014 году компания перешагнет 1 миллиард долларов товарооборотов, это уже не сказка, друзья. Это не сказка. Потому что, я опять повторяюсь, мы находимся в самой, самой быстро развивающейся индустрии, и самой богатой, а это реклама в интернете. Все люди находятся здесь. Здесь триллионы долларов крутятся. Поэтому, рано или поздно, если ты развиваешься в этой индустрии, ты разбогатеешь, если не устанешь на пути и не свернешь. Если тебя не отвлекут всякие телефришники, бамперы и так далее. Или семерки, восьмерки, трешки, двойки. Если будешь фокусироваться на этот бизнес, рано или поздно преуспеешь, потому что здесь денег в вала. И компания остается верна своей цели, стать провайдером номер один. Вот почему такие люди заработали свои миллионы долларов за год, максимум за полтора года. Они увидели возможность и начали работать и преуспели. Стив Ренах их поздравляет. Это Black Diamond. Это случилось в Лас-Вегасе в прошлом году, в ноябре месяце. Четыре месяца назад. Также у нас есть возможность стать акционером нашей компании. Что для этого нужно? Для этого нужно купить пакет на 2000 долларов. То есть начать нормальный бизнес и до конца марта месяца сделать товароборот первой линии 5000 долларов. Если вы не успели сделать этот товароборот, вам будет возможность сделать его в следующем квартале до конца июня. Но при этом добавляется 5000 долларов сверху. Это значит 10 тысяч. Если вы не успели это сделать, вам дается еще один квартал до конца сентября, но добавляется еще 5. Значит 15 нужно сделать. Если вы тоже не успели, вы можете это сделать в конце года, до 31 декабря. Но при этом у вас должно быть в совокупности вместе, вместе по накопительной. Начиная с этого дня до 31 декабря 20 тысяч долларов товароборот в первой линии. Это может быть пакет на 2000, на 5, на 10 тысяч, это может быть по 5, это может быть по 1000, по 2000, неважно. Сколько у вас партнеров не было в первой линии, все суммируется. И когда вы достигаете ту сумму, которая предназначена на тот или иной квартал, вы квалифицируетесь на родление прибыли, на годовое прибыли и становитесь акционером за этот год. Для чего это нужно? Для того, чтобы компания в следующем году посчитала все ваши покупки, личные покупки, суммировала их и на них начислить на трастовом аккаунте определенную сумму денег. Я точно не знаю, по какому проценту, какой процент они берут из этого. Но знаете, что эта сумма, допустим, в этом году, в 2013 году, за 2013 год, была отпущена около 20 миллионов долларов, чтобы распределить между дистрибьюторами, то есть теми, которые квалифицировались на этот год, то сумму нельзя заранее предугадать, потому что разное количество учащихся и сумма. И какая будет в следующем году, мы не знаем, сумму мы сможем узнать в конце следующего года, потому что будет озвучено, сколько там миллиард долларов, 2 миллиарда будет в конце года, мы не знаем, может даже больше. То есть оттуда берется 15%, и эти 15% делятся между всеми участниками. Это могут быть разные суммы. Эта сумма начисляется у вас на трастовом аккаунте и дожидается момента, когда наша компания выйдет на биржу и станет акционерной. Тогда вы сможете на эту сумму купить на 15% дешевле акций, чем те люди, которые будут участвовать извне. и вы получаете возможность получать ежедневную прибыль от айпоинтов, которые у вас есть. И получать прибыль от вашей команды, которой вы здесь ее построили. Получать прибыль от розыгрышных продаж от тех клиентов, которые уже выстроены будут в вашей команде. То есть у вас уже будет бизнес, который будет вас кормить и который вы передаете вашим детям. И это будет самый лучший подарок, нежели им подарить дряхлый Мерседес, который они будут хранить как великую, не зная, куда его девать, только из уважения к памяти бабушки они будут содержать его и тратить на него деньги. Либо старая дача, которая уже развалилась, и туда больше нужно вложить, чем средств, чем там удобств. Лучший подарок – это живой бизнес, который приносит прибыль. Если вы это построите, оставите как наследство, это будет лучше, чем вы можете сделать на этой земле. Поэтому, это один заработок, но второй вы сможете заработать именно по годовому прибыли, распределению прибыли. То есть компания делится между прибылью своими акционерами, и у нас будут такие акции. Вот, это вторая возможность акции акционеров. Поэтому не пустите ваш шанс. Следующее, друзья. Что я говорю? Я говорю, что нет в интернете такого человека, который бы сказал, что аксесс задерживает. Аксесс по каким-то причинам не выплачивает. Нету дня и нет такого человека. Поэтому, вы можете заказать карту, пионер-карт, активировать ее и на нее перечислять деньги. Или вы можете просто на свой банк перечислять. Или вы можете на свою уже имеющую и существующую карту выслать деньги. А это уже ваше решение. Никаких возможностей переправить деньги куда вы хотите. С его аута вы отправляете куда хотите. Формула успеха очень проста. Покупайте кит на 60 долларов. Годовой кит. Это лицензия на год. Это всем. И те, которые строят бизнес, и те, которые просто пришли, чтобы рекламировать свой сайт. Все должны иметь этот кит. Следующее. Покупаем директорский кит на 2000 долларов. Конечно, вы можете начать с 500 долларов. Я понимаю, что сейчас интернет довел нас до ручки. Вот эти ананомы, телескрышники и так далее, и так далее, баннеры и все такое, оставили людей без денег. Я понимаю. Поэтому вам решать, с чего начать. Но об этом мы можем, о стратегии можно говорить попозже. Но нормальный бизнес начинается с 2000 долларов. И начинать серфинг, то есть смотреть рекламу. Это занимает от 15 до часа времени. Если вам нужна новая реклама, вы смотрите все 100, это около часа времени в течение дня. В течение суток практически. Вы можете посмотреть в любое время. Либо посмотреть 25, это 15-20 минут и на этом закончить. Все. Ваш бизнес практически активный. Но если хотите зарабатывать серьезные деньги, делайте, что делаю и я. Я не молчу с утра до вечера, говорю об этом бизнесе. То есть делитесь людьми. Делитесь этой информацией. А это наша участь. У нас другого инструмента зарабатывания денег нету. Если мы не будем говорить, мы останемся без денег. Инструмент сетевика – это его язык. Это мы должны освоить. Все. Вот это и есть форма успеха. И недалеко тот день, когда в вашем городе будут проходить вот такие конференции лишь в вашем регионе. Это многотысячные конференции. Вот такие конференции в Азии, где вы сможете встретиться друг с другом, встретиться с другими партнерами, параллельных веток, с других стран, встретиться с нашим руководством. Увидеть по-настоящему, насколько они простые, простые и доступные. Я уже с ними дважды встречался, не дважды, а трижды встречался. Два раза в офисе и один раз в Лас-Вегасе. Это простые, милые люди, которые знают, что они делают. Целеустремленные. Не сдающиеся, не плачивающиеся, но добывающиеся своей цели. Также каждый год, в ноябре месяце проходит конференция в Лас-Вегасе, куда я каждого из вас приглашаю. И приглашаю вас туда уже не в качестве гостя, а в качестве «Минимум Блю» или «Блэк Даймонда». И это реально. Для тех, у кого есть проблемы с выездом, компания помогает. Она не гарантирует, но она дает вызов, на что посольство реагирует очень адекватно. То есть в 2011 году в Казахстане одной из женщин даже отказали в визе. И когда получили повторный запрос с компанией о том, что они вызываются на конференцию в Лас-Вегасе, им дали то, что очень меня удивило. Потому что я знаю сотни случаев, когда посольство, если один раз отказывает, больше они не рассматривают. Автоматически в следующий раз дают отказ, отказ, отказ. Ну, я могу еще поделиться простотой формулы успеха. Это пригласите троих партнеров. Это не бабушка, не дедушка, не соседа, который просто ему делать нечего. За стаканом чая вы уговорили подписаться. Найдите троих партнеров. Найдите таких, как я. Найдите таких, как ваш спонсор, который вас пригласил. Потому что он такой же, как я. Если он работает, если он вас приглашает, значит, он строит собственный бизнес. То есть найдите заинтересованного человека иметь собственный бизнес. И выйти молодым и здоровым на пенсию. Помогите им делать то же самое. И вы построили собственный бизнес. Все. Конечно, нелегко найти таких людей. Но ищущий найдет, спрашивающий отвечает, стучающему отворят. Поэтому стучитесь, спрашивайте, рассказывайте. Как только найдете, ваш бизнес тронулся. Но этого стоит, друзья. А этого стоит. Ну и следующий момент для тех, кто любит цифры. Мы возьмем и пройдемся черепашьими шагами по нашему росту. К примеру, вы медленно двигаетесь. Вы медленно общаетесь. Ну, тяжелый вы на подъем. Ну, давайте поставим цель. Найти одного партнера в месяц. Минимум. Когда вы его нашли, задайте ему цель, такую же цель. Давай возьми же за основу, за правило жизни минимум одного человека в месяц. Если каждый из вас будет придерживаться вот этому правилу, через 3 месяца у вас 8, через 4 месяца 16, через 12 месяцев у вас 4096 человек в структуре, здесь у вас уже статус миллионера. Здесь вы уже миллионер. Практически. Если это живая структура и продолжая в таком же темпе расти, черепашим, я не говорю человеческим, я не говорю уже леопардным или автомобильным темпом, нет, черепашим, то вот на этом уровне в течение года, если вы это выдержите, вы уже миллионер, состоявшийся миллионер. Вот вам где финансовая независимость. Делайте, что делаю я. Делайте это в каждый день. Не смотрите, не оборачивайтесь, не пугайтесь, что вы потеряете возможность, когда вам предлагают столько предложений, а вдруг я потеряю. Что ты потерял до сих пор? Если ты находишься в интернете год, два, три, пять, шесть, семь, десять, пятнадцать лет есть, и у вас нет пассивного дохода, друзья, вы ничего не потеряли, вы ничего не приобрели, кроме шишек. И это тоже хорошо, опыт тоже хорошо. А почему? Сделайте анализ сами. Потому что мы оглядываемся, теряем фокус и мечемся в разные стороны. А воз, оно не там, потому что мы в разные стороны. И вот эти наши компании, которые тревожат, вот эти пирамидки, как бы они красивы не были, какие бы там лидеры не были, толп лидеры, это не что иное, как интернет-проститутки. Это не что иное. Не тратьте на них время. Они были, они есть, они будут. Кто-то из них полнеет, кто-то нет, но эта индустрия всегда будет процветать. Шулеры всегда были на земле. Сейчас в интернете их развелось как такое, ну, нехорошее добро, да? Понимаете? Их очень много. Потому что интернет прячется. Если на земле ему приходилось как-то маскироваться, а здесь не надо. Здесь очень просто. Надыл, закрыл и ушел, открыл другой проект. На скайпе поменял фотографии, все, изменил другой скайп, и ты уже другой человек. Понимаете? Поэтому не теряйте фокус, не теряйте вашу энергию. Сфокусируйтесь и делайте свой бизнес. Те, которые меня сегодня не услышали, я вам говорю, у вас это было подсознанием. Через год, через два мы встретимся в этой комнате или в другой комнате, не важно. Мы будем делать ту же презентацию. Вы придете с большим багажем, от тех же предложений. И услышите то же самое, что я говорю. Может быть, я уже не буду кого-то критиковать, может быть, я не буду читать уже нотации, потому что люди уже будут понимать это. Но я уже вижу и замечаю, как люди уже начинают понимать, что нужно строить собственный бизнес, а не заниматься вот этой интернет-проституцией. Не заниматься больше этим, потому что нужно иметь семью, нужно иметь детей, нужно жить в законном браке. Только там рождаются нормальные отношения, а наша компания, это законная. Она пришла навсегда. Она не пришла просто подбаловаться. Она не пришла на ночь и не просит у нас каких-то денег за ночь, она пришла, чтобы с нами сделать союз, так образный, да, пришла на рынок, чтобы вместе с нами построить бизнес и чтобы мы все вместе имели отсюда выгоду. И не на один год, не на два, а на всю оставшуюся жизнь. Это их планы, это их видение, это мое понимание, это то, что я вижу, наблюдая за этой компанией. Упреките меня, пожалуйста, через несколько лет. Я это, может быть, вынесу, если это случится. Шутка. Хорошо, друзья, это была моя презентация. Меня зовут Сергей Ролян, для тех, который зашел чуть позже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!